Добрый вечер на телеканале Хабар Новости. В студии работает Вера Негрисур, до перевода обеспечивает Виктория Антонишина. Нурсултан Азарбаев встретился сегодня с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, который прибыл с визитом в Казахстан. Стороны обсудили целый спектр вопросов двустороннего сотрудничества Астаны и Тегерана. По словам президента Казахстана, наша страна рассматривает Иран в качестве близкого политического и экономического партнера, отношения с которым развивались всегда, несмотря на различные трудности. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики передал Нурсултану Азарбаеву приветствие от президента Ирана Хасана Арухани и выразил особую благодарность за помощь в проведении переговоров со странами «шестерки» по иранскому ядерному вопросу. Один из главных вопросов встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана – это дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры по железнодорожному маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран. Казахстанский бизнес готов решать вопрос увеличения грузопотока на территории Ирана, а иранские предприниматели будут строить терминалы в наших портах, в том числе в рамках прикаспийского сотрудничества. Каспийское море стороны назвали морем дружбы и мира. Также Ерлан Идрисов и Мухаммад Джавад Зариф обсудили вопросы развития сельского хозяйства и торгово-экономического сотрудничества. Ожидается, что товарооборот между странами превысит 1 миллиард долларов США. Большое значение у нас имеет транспортное и инфраструктурное сотрудничество Казахстан-Туркменистан-Иран. Этот маршрут несет новые возможности. Есть общее понимание выработки практических шагов для того, чтобы этот маршрут заработал сполна. Там есть технические аспекты, есть вопросы унификации тарифов и все вопросы обеспечения грузопотока. До 100 миллионов тенге увеличился размер микрокредита по дорожной карте бизнеса 2020. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Кайрбеку Скинбаев на заседании комитета по финансам и бюджету Можлиса. Ранее выдавалось только 3 миллиона деньги. Готовая ставка вознаграждения по таким микрокредитам не будет превышать 12% для конечного заемщика. Данное ограничение позволит существенно повысить доступность микрокредита для субъектов частного предпринимательства. В рамках единой программы также будут внедрены новые гибкие инструменты государственной поддержки, связанные с микрокредитованием. Такие как субсидирование процентной ставки по микрокредитам предпринимателей и гарантирование займов микрофинансовых организаций перед банками второго уровня. По словам Кайрбека Ускинбаева, в 2013-2015 годах на микрокредитование по программе развития моногородов выделено 5 миллиардов 300 миллионов тенге. Из них 1 миллиард 700 миллионов тенге на этот год. Сроки освоения кредитов 5 лет. Грузинский лари продолжает падать. Предприятия малого и среднего бизнеса терпят значительные убытки. Правительство обещает, что стабилизировать ситуацию удастся к лету. Но бизнесмены опасаются, что будут вынуждены закрыться уже в ближайшее время. С ноября прошлого года национальная валюта Грузии обесценилась почти на 30%. В стране растет инфляция. Сильнее всего дорожают фрукты, алкоголь и табачная продукция. Владельцы малого бизнеса в Тбилиси жалуются на падение покупательского спроса. Посетителей стало почти в два раза меньше. Раньше я продавал в день 10 джинсов, а теперь только 5. У магазина много расходов, а мне нужно приносить что-то домой. Если раньше с джинсов, стоивших 20 лари, я имел прибыль в 5 лари, то теперь только 3 лари. Если кризис затянется ещё на полгода, многие предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес. Правительство обещает, что к лету приток иностранных туристов и строительство крупных инфраструктурных проектов помогут стабилизировать ситуацию. Однако экономисты оптимизма властей не разделяют. «Экономическая ситуация тяжёлая, так как лари всё ещё не стабилизировался. Колебания курса продолжаются, ситуация не ясна и на валютном рынке сохраняется нервозность. Пока лари не найдёт новое равновесие, будет тяжело успокоить бизнес и привлечь инвесторов». Пытаясь поддержать национальную валюту, грузинский Центробанк продал в феврале и марте 80 миллионов долларов. Однако, по оценкам экспертов, проблему это не решило. В текущем году грузинское правительство ожидает сокращения экономического роста страны с 5 до 2%. Тем временем в Международном валютном фонде считают, что и этот прогноз может не оправдаться. По факту степных пожаров в Хакасии возбуждены 5 уголовных дел. В произошедшем следователи усмотрели признаки халатности, повлекшей смерть нескольких человек. Жертвами стихии стали, по последним данным, 15 человек. Около полутысячи пострадали, 8 находятся в тяжёлом состоянии. Причиной возгорания власти назвали несанкционированный поджог травы. В результате сгорели порядка 1200 домов в 38 населённых пунктах. Без жилья остались более 2000 человек. Многие из них находятся в пунктах временного размещения. Правительство России выделит пострадавшим материальную помощь в размере 310 миллионов рублей. Жертвами террористической атаки в египетском городе Эль-Ля-Риш стали по меньшей мере 14 человек. Ещё 45 получили различные ранения. Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль у полицейского участка. До этого, в нескольких десятках километров от города, экстремисты заложили взрывное устройство на пути следования армейского патруля. В результате погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Ансар-Бейт-Аль-Магдис». К другим темам. У республиканской акции «Сделано в Казахстане» появился свой логотип. В Астане подведены итоги соответствующего конкурса. Лучшую работу представила дизайнер из Караганды Екатерина Рукшинене. На конкурс поступило свыше 200 эскизов. Победителя определила специальная экспертная комиссия, в которую вошли деятели культуры, члены Нацпалаты предпринимателей и представители госорганов. Единый логотип разместят на всех видах продукции, сделанной в Казахстане. «Разработан проект комплексного плана по пропаганде продукции отечественного производства, включающий 10 разделов, в том числе разработку инфографики, распространение социальных и вирусных роликов в средствах массовой информации и общественных местах, запуск тематических телепередач «Почему казахстанское», проведение конкурсов селфи с казахстанским товаром, проведение промо-акций на региональном уровне и многие другие». Об особенностях празднования Корейского Нового Года, еврейского Песоха, традиционной уйгурской свадьбы и татарского Сабантоя рассказали дети в Уральске. Здесь в рамках республиканского слета туристских экспедиционных отрядов Менен-Отаннам Казахстан организовали фестиваль дружбы. Участвовали около 100 ребят из 13 регионов страны. Школьники демонстрировали национальную одежду и блюда, рассказывали о традициях и обрядах представителей национальности, проживающих в Казахстане. «Мы представляем татара, получается. И вот мы очень много узнали про культуру татар. Вот тут тоже участники, наши соперники, показывают нам другие нации, там армянов, немцев. Мы тоже много узнаем о других нациях. Это очень важно, чтобы народ стал сплоченнее». Турист-кореведческая деятельность, наверное, является тоже одним из таких направлений, когда объединяет людей, объединяет детей именно в походах, в экспедициях и в слетах. 20 лет на сцене. Атрауский народный хор ветеранов войны и труда «Фронтовичка» празднует юбилей. Коллектив объездил всю область и дал сотни концертов. Но сейчас график самодеятельных артистов буквально расписан по минутам встречи и выступления каждый день. На одном из концертов «Фронтовички» побывали наши корреспонденты. Они еще раз сказали ветеранам «Спасибо за победу», а также вручили творческому коллективу подарок от агентства «Хабар» «Тульский баян». В лицее для одаренных детей участников хора «Фронтовичка» встречают как самых дорогих гостей, цветами и аплодисментами. Ждал артистов и приятный сюрприз. Они в числе первых стали участниками акции агентства «Хабар» «Спасибо за победу». Журналисты поздравляют ветеранов и вручают подарки. Для «Фронтовички» он особый. В отраву и стулы доставили давнишнюю мечту артистов – баян. Телеканал «Хабар» нас уже сделал знаменитыми на весь Казахстан. И постоянно поддерживает нас. Спасибо за нужный подарок. А мы пока живы, будем петь для вас. Хор поет о войне, любви и верности, о боевых друзьях и о великой победе. В лесу при «Фронтовом», вечер на рейде, знаменитые «Катюша». В репертуаре творческого коллектива более 50 произведений. И не только о войне. От таких задорных песен кажется, что и «Фронтовички», а каждая из них уже бабушка под 90 или даже разменяла десятый десяток, молодеют на глазах. У руководителей хора Анны Александровны Захаровой в этом году юбилей – 90. Война для бывшей связистки закончилась тяжелым ранением и приговором врачей – ходить только на костылях. Но сумела не только встать на ноги. Воспитала пятерых детей. У нее 13 внуков, есть и правнуки. Нам всем уже немало лет, но мы просто обязаны быть в тонусе. И вот этот жизненный тонус через те песни, которые мы исполняем, передать той молодежи, которая нас слушает. Они были в таком же возрасте, как и я. И слушая их, у меня даже мурашки были по коже. И я хочу выразить им огромную благодарность, и мы все должны брать с них пример. 9 мая – праздник необычный. Со слезами на глазах и с великой благодарностью тем, кто не только воевал в годы Великой Отечественной, но и победил. Поэтому все поздравления необычайно искренние, а подарки от всей души. Каждая песня в исполнении хора «Фронтовичка» от сердца. Наверное, поэтому каждый концерт – аншлаг. Особенно сейчас, когда до главного праздника – Дня Победы – остались считанные дни. Все время до этого священного праздника у участников творческого коллектива расписано буквально по часам. Репетиции, выступления, встречи, вновь выступления. Каждой своей песней ветераны стремятся передать тем, кто войну представляет только по кинофильму и книгам. Конечно, и боль потерь, но и главное – торжество Великой Победы. Победы! 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 Виктор Сутягин, Азельхану Ахитов, Атрау. И еще о победах, но теперь уже спортивных. Казахстанские бойцы одержали победу в четырех из пяти боев в чемпионате страны по ММА. Результативными были и выступления наших профессионалов в битве намадов, где им противостояли сильнейшие бойцы из России и Азербайджана. В первом бою наш земляк Булатбек Тимиров уступил россиянину Эльмиру Баимову. А второй поединок закончился преждевременно, так как боец из Атрауи Сатай Тимиров уже в первом раунде отправил в нокаут россиянина Артура Исхакова. Абсолютную победу над Оренбургцем Багаром Клоссом одержал спортсмен из Актобе Сергей Морозов. Сдался казахстанцу Рашиду Дагаеву и боец из России Эльфат Халиков. Никаких шансов на победу не дал азербайджанцу Фуаду Алиеву, боец из Уральска Дамир Исмагвёв. Буквально два года, как мы уже вступили именно в мир ММА, нас признали как вид спорта, но за эти два года уже достигнуты хорошие результаты. Мы занимали командой, общей командой второе место на чемпионате мира 2013 года, 2014 года, на Кубке мира 2013 года, чемпионы Азии, общей командой. Поэтому уже это говорит о том, что все-таки уровень казахстанской ММА очень высок. Я очень рад, что двукратный чемпион казахстанской. У нас в Казахстане именно растет и растет, думаю. Я буду стараться в чемпионате Азии, в чемпионате мира выступать, и достойнее выступать, чтобы в своей стороне флаг поднять. Выпуск новостей завершен. Спасибо за внимание. Итоги дня смотрите в 9 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова